Украина выгнала иранского посла из-за поставок дронов России. Украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации из-за поставок дронов России. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на страницу спикера МИД Украины Олега Николенко. Во исполнение поручения президента, МИД Украины принимает меры реагирования в ответ на поставку Ираном оружия России для ведения войны на украинской территории, говорится в сообщении. По словам Николенко, украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. МИД сообщил, что иранской стороне заявили о поставках иранского вооружения России для дальнейшего использования российскими войсками против украинского населения. Это напрямую противоречит публично задекларированные высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности. Украины Снабжение оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана, заявили в министерстве. В последнее время ВСУ в Украине сбили иранский ударный дрон МОУХЭЙДЖИ-6. Этот дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. По информации военных, беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Ранее, украинские военные сбивали беспилотники Камикадзе «Шейхт-136» иранского производства. БПЛ «Шейхт-136», перекрашенные и переименованные в «Герань-2», все чаще фиксируют у позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники Украины. Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МИД Дмитрию Кулеби отреагировать на помощь России со стороны Ирана. Ранее РБК Украина писала о том, что наши воины в первый раз сбили иранский. Беспилотник еще 13 сентября. Тогда же враждебную цель приземлили вблизи Купянска, Харьковской области. Еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины. Еще позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина В. Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...